Отечество, честь, профессионализм. Слова девиза, выстроенные в строгой последовательности, обозначают высокие моральное качество сотрудников этой службы, их жизненные ценности и гражданскую позицию. А для многих они стали и смыслом жизни. Ведь в надежных руках этих людей – экономическая безопасность страны. В этом году Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области отмечает свой 25-летний юбилей. За свою историю служба претерпевала несколько переименований, однако неизменными остаются ее предназначения и задачи – борьба с нарушениями в экономической сфере, предотвращение незаконных финансовых манипуляций, пополнение бюджета страны. Анализ оперативной обстановки показывает, что меньше уже в нашем обществе случается правонарушений, связанных с открытием налогов на законы предпринимательских действий и так далее. Но появляются сейчас новые преступления – это криминальное банкротство, когда некоторые бизнесмены хотят нажиться за счет других предпринимателей, которые добросовестны, и мы уже даже частично свои силы направляем на защиту именно предпринимателей. Составляющая высокого профессионализма сотрудников финансовой милиции, отличное знание в финансовой и банковской системе, хорошая физическая подготовка, хватка оперативника – именно такие люди, а их сегодня в службе немало, отмечены в этот юбилей. В их числе и те, кто четверть века назад стоял у истоков зарождения. Бывшие руководители и сотрудники службы и по сей день остаются в строю. Они создали Совет ветеранов, председателем которого в этом году избран Кузнецов Владимир Николаевич, а его заместитель Агафонов Михаил Иванович. Главные задачи Совета ветеранов – воспитание молодежи и передача своего опыта. Владимир Николаевич Кузнецов отдал службе 14 лет. Начинал старшим инспектором отдела налоговых расследований по Витебской области. Работа в департаменте стала для него делом всей жизни. Для кого-то служба – это просто служба, а для кого-то – это жизнь. Так что я считаю, что для меня это просто жизнь была в этой службе. И на сегодняшний день я переживаю за жизнь этого управления, которое практически создавал по крупицам, потому что в то время МВД уже нам людей перестало давать. И мы брали с гражданских вузов некоторые без армии ребята. Их надо было чему-то учить, показывать на примерах и совершенствовать их в этой службе. Тогда же в только что образовавшуюся службу на должность первого заместителя начальника управления пришел в звании капитана Иридненко Сергей Валентинович. 20 лет работы в департаменте, а в отставку ушел в звании подполковника. Да, это новая структура. Когда пришел сюда оперативники, которые прошли школу подготовки, службы БЭП, да, они знали свое дело, их легко было нам работать. Но Штаты набирали из выпускников технических вузов, из выпускников бухгалтеров. И дать им основы агентурно-оперативной работы, конечно, было это сложно. И слабость на тот момент законодательства. И те сложности с восприятием этого законодательства, они были повсеместно. И исходя из этого, необходимо было, ну, и самому учиться, создавать систему работы, подключать лучшие умы налоговых инспекторов. Ну, и в итоге получился хороший результат нашей работы. Владимир Николаевич и Сергей Валентинович и сегодня частые и желанные здесь гости, но уже в качестве наставников из Совета ветеранов. Передача своего опыта, проверенного временем, лучшее, что они сегодня могут сделать для своего детища, службы финансовой милиции. Планируем, и я думаю, что это осуществится, чтобы встречаться с молодыми сотрудниками, делиться своим опытом. Конечно, тот опыт, который у нас уже есть, и нынешнее время, оно немножко меняется. Есть свои нюансы, которые есть. Меняется законодательство, меняются люди. Но те азы, которые мы в свое время доходили сами, хотелось бы передать молодому поколению. Имея такой богатый опыт работы и в советское время в правоохранительной системе, прошел через систему налоговых органов, комитета государственного, таможенной системы, да. Конечно, есть что сказать. Есть что сказать молодым сотрудникам, есть о чем поделиться. Самые главные вопросы, как бы ты и где ты ни работал, ты должен быть профессионалом своего дела и никогда не забывать о тех человеческих качествах, которые есть у человека. Обмен мнениями о сложностях в прошлом и нынешнего времени, ведь благодаря современным технологиям, становятся многообразными и действия финансовых преступников. И если в лихие 90-е новоиспеченные бизнесмены просто пытались обойти закон, то проблема с сегодняшнего дня – более изощренные и географически масштабные махинации. А значит, и методы работы органов финансовой милиции – иные. Стараемся переходить уже на то, чтобы больше использовать профилактических мероприятий, потому что бизнес-среда и наше население уже более грамотно осознает необходимость законопослушного поведения. И если кто-то не начал нарушать, то на первоначальном этапе лучше спрофилактировать, предупредить, предложить добровольно восстановить нанесенный незначительный вред, чем ждать и документировать его преступную деятельность. Опыт предшественников и те методы расследования и профилактики, которые ведутся сегодня в департаменте, в своем сочетании результативно сказываются на работе службы. Только за шесть месяцев этого года управлением проведено 25 проверок, по результатам которых предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму более 2,5 миллионов рублей. По результатам проведенных проверок поступило доходы в бюджет, в том числе доходов от имущества, обращенного в доход государства, более 2 миллионов рублей. За январь-июнь 2017 года управлением выявлено 73 преступления, 71 из которых относится именно к компетенции отдела финансовых расследований. Способствует такой результативной работе и поддержании физической формы сотрудников департамента. Служащие органов финансовой милиции ежегодно сдают обязательные спортивные нормативы, постоянно участвуют в ведомственных состязаниях, занимая призовые места. Лучшие спортсмены занесены на доску почета. Места свободные имеются, что поддерживает соревновательный дух у сослуживцев. И чтобы занять на ней свое почетное место, не обязательно ждать следующего юбилея. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924-16 с 31 декабря 2017 года прием наличных денежных средств и банковских платежных карточек будет осуществляться с установленным на кассовом оборудовании средством контроля налоговых органов. К 31 декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить средства контроля налоговых органов на кассовое оборудование, используемое при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Электрон-сервис предлагает кассовые аппараты, обеспечивающие работу со средством контроля налоговых органов. Всегда в наличии широкий ассортимент кассовых аппаратов, весов, констоваров. Электрон-сервис проводит модернизацию работающих кассовых аппаратов с последующей установкой СКНО на кассовое оборудование. Нашей организацией заключен договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», что позволяет в кратчайшие сроки установить СКНО на ваш кассовый аппарат. Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами установить СКНО на ваше кассовое оборудование. Ждем вас по адресу город Витебск, улица Терешковой, 7А.